Приветствую вас, друзья! Мы с вами снова на барахолке в Германии, а вы на канале Оля Ретро Германия. Это перезалив ролика, который вышел пару дней назад. Благодарю всех за корректно высказанное мнение. В том ролике были проблемы с изображением, и я его переделала. Поэтому это зависит от вас. Хотите вы посмотреть его еще раз с нормальной картинкой или подождете следующего ролика. А мы с вами продолжаем прогулку по блошинному рынку. Этот ролик я снимала где-то в начале сентября. Вы видели, там кабачки промелькнули. Люди приносят свою сельскохозяйственную продукцию. Я, кстати, иногда покупаю. Покупала сливы, свеклу покупала, яблоки, по-моему, какие-то покупала в прошлом году. В этом году нет. Или в позапрошлом. Так что можно купить все, что захочется. Еще какую-то съедобную продукцию. Здесь, смотрите, какой красивый стол. Очень много разных трио фарфоровых, разных мануфактур. Есть и отдельные тарелочки. А здесь мое внимание привлек мужчина в юбочке. Почему-то женщины в брюках наше внимание уже не привлекают, а вот мужчины в юбках все еще да. Ну, возможно, этому тоже скоро придет конец. Я имею в виду удивление мужчине в юбке. Здесь тоже очень симпатичная маленькая вещичка такая вот мне попалась. Наверное, для украшений, для колечка положить на ночь колечко. Здесь такая вот компания Кобальтова. Здесь мой сын ждет меня с моей сумкой. А здесь у двух мужчин была целая россыпь золота-бриллиантов. Ну, или почти золота-бриллиантов. Это была брошечка симпатичная с пластиковыми вставками под яшму, наверное. Были такие хорошенькие брошечки. Вот такой вот зажим для платка. Ну, и здесь очень много разных перепутанных бус, жерелий и браслетов. И чего там только не было. Видите, даже напорство какой-то на цепочке, наверное, полагалось его вешать на шею. Такая вот серьга. Все и новое, и старое. Там и винтажные были украшения, и современные. Все это было перепутано в одном клубке. А здесь уже такие более-менее организованные коробочки. Видите, здесь вещи не лежат в повалку. Здесь они такие стоят ровными кучками, стопочками. Любодорого поглядеть, но выбрать особо было нечего. Красивая посуда была в не очень хорошем состоянии. Ну, а так, знаете, особо не на что было глаз положить. Хотя, возможно, что вы сейчас увидите что-то очень интересное. То, что я пропустила. Вот эта вот огромная ваза мне, правда, понравилась. С такими-то цветами, такими вот прямо полевыми. И вот такая вот вазочка, похожая мне моя кошка Муся разбила в прошлом году. Хвалила я ее, хвалила, что она мне ничего не бьет. И дохвалилась. Прыгнула кошечка на столик, хвостиком махнула. И опрокинула красивую вазочку. Здесь разные золотые остатки сервизов. Вот тоже остаток сервиза. Сделано в Чехословакии. Очень красивый такой терин. С ярко-розовыми кленовыми листочками, серыми. Красивое сочетание розового и серого. А здесь антикварные, ну, или винтажные куколки. Я уже спрашивала в прошлом ролике, нравится вам они или нет. Многие высказали свое мнение. Спасибо вам за это. Я прочитала. А здесь разные коллекционные вещи. Продавал мужчина. Много вещей из ГДР. Прямо вот все такое вот, что люди часто спрашивают. Приемники, фуражки, там всякие какие-то масленки, еще что-то. Две старинные дощечки фарфоровые лежат. И вот такой вот остаток детского сервиза Бавария. С милыми изображениями детей, игрушек, кошечек, собачек. Такой вот, наверное, может быть, годов 50-х или даже раньше. Очень большой был рынок такой. Видите, так я мельком показала вам. Было много продавцов с коробочками. Вообще этот рынок довольно далеко от нас находится. Ну, не знаю, по возможности буду туда заезжать, решила я. Потому что интересно побывать. Другие продавцы все-таки не те, которые уже примелькались у нас в городе, которых я уже почти всех знаю. Они знают меня. Поэтому здесь было интересно побродить. Ну, не могу сказать, что я прям нашла много всего интересного. Вот этот молочник мне очень понравился. Прямо уже собрала все купить. И тут заметила оскол. Очень жаль. Красивый был. Много книг, пластинок. А здесь мое внимание привлекло вот это вот старинное блюдо с фиалками. Видите, какое оно красивое. Хоть и очень много потертостей, но все равно красота его не поблекла с годами. Здесь женщина убирает себе кофейник, ищет пробочку, вернее крышечку от этого кофейника. Но так и не нашла. Красивое блюдо тоже с розами для торта. Такое плоское, большое. Лошадки скачут куда-то. Так, а что там под лошадками спряталось? Там спряталась такая вот красивая маленькая вазочка, не вазочка, тарелочка. Ваза с рыбками. Наверное, это Китай, Япония, может и Вьетнам, а может еще кто-нибудь. И вот такая вот красивая чашка с блюдцем, с кобальтовым рисунком. А также подставка под яйцо одна. Вот здесь некоторые коробки, которые вот с кружками такими пивными навалены. Даже, мне кажется, за всю барахолку никто и не добирается до дна, потому что кружек всегда очень много пивных в Германии на барахолках. Так, вот это, думала я, какой-то благородный металл, но оказалось, она что-то типа пластика подкрашена под металл. Очень легкая такая штука. Коробок было очень много, но какие-то они были бестолковые. Конечно, вам, наверное, кажется, что там много всего прямо замечательного, но там очень много было каких-то непонятных предметов, непонятных фирм и очень много недостатков, некомплектов и так далее. Вот бокалы такие с серебряным ободком. Собачка и вот такое вот небольшое блюдо времен ГДР, граф Ленненберг. Такая у девочки коммуницирующая, сделана в Шри-Ланке. Вот запомните это клеймо. Часто я его встречаю, выдаются немецкие фигурки. Это у нас Шри-Ланка. Вот это, кстати, тоже. Ну, птичка очень хорошенькая, кстати. Сделана очень хорошо. И такой вот еще котик без клейма тоже. Тоже неизвестно, кто его сделал. Может быть, Германия, а может быть, Сень. Нет. Так, а здесь опять у нас фарфор. Вот этот триом мне очень понравилось. Такая красота. Бирюзовый цвет, ярко-розовый, золотой. Очень красивое сочетание. Потом пожалела, что я его не купила. Ну, вот спрашиваю про стальные чашки тоже. Такие вот показаны женщины польские есть. Есть полные наборы, есть неполные. От этого зависит цена. Кстати, производитель очень важен в таких делах. Многие продавцы обращают на это внимание. Такая вот старинная сухарница, наверное, да? По размеру прорезная. Эти вазочки-то мне очень понравились. Точнее, это одна вазочка. Точнее, даже ваза большая, побольше с птичками. И подсвечник. Розенталь, по-моему, там было написано, да? Что-то я ля... Или Томас, Томас, по-моему, да. А здесь стояла мебель, стол, стулья. Ну, стол и стулья, они совсем сочетались вместе, но... Такие красивые, винтажные. Не старинные, но винтажные. А здесь было очень много стекла. Такие вот интерьерные бокалы. И просто обычное прозрачное стекло тоже очень много. А там пролетели журавли. Коробка с игрушками. Куколок мне часто просят показывать. Вот фарфоровые куколки. Как-то такая какая-то в полусогнутом состоянии кукла. И вот мальчик тоже хорошенький. Лицо фарфоровое, а тело мягкое. С разной деревянной игрушечки-зайчики. На Пасху уже. Но мы пока ждем Рождество. Поэтому больше всего, конечно, сейчас рождественских украшений. Ну, тогда еще был сентябрь. Тогда все вперемешку. Сейчас уже продавцы больше выкладывают украшения, игрушки к Рождеству. Большое блюдо хрустальное для торта. И там тоже, видите, хрусталь и стекло в повалку. Ну, симпатичный такой сервиз, остатки сервиза. Сахарница, конечно же, с прессовышим сахаром. Классика жанра. Такие вот веночки, типа из незабудок. По-моему, это незабудки. Дед Мороз с такой обильной бородой. Прямо локоны можно завивать. И красивый тырин, но без крышки. Белый золотом. Вот какая-то тоже старая соусница или соусник. Кстати, соусник или соусница? Наверное, соусник все-таки мужского рода. Так же, как салатник и салатница. Тоже. Может быть, кто-то знает, как это именно точно. Потому что я и то, и другое слышу. Мне кажется, что все-таки эти вещи мужского рода. Это тоже что-то типа подсвечника, что ли. Но я иногда вижу крышки тоже к этим штукам. Поэтому я не знаю, для чего они. Может, просто для каких-то сухих ароматных трав. Вот ваза довольно-таки винтажная. Сделана в Западной Германии. Ручная работа. Такая вот, как луковица с гранями. Зеленое стекло там валяется. Ну, конечно, стекло, оно в коробках не выживает. Ну и графин. Зеленый, стеклянный. Было неплохо. Так, посмотрела это стекло, но, к сожалению, нет. Здесь в коробке много деревянных вещичек. Вот часть, наверное, от шкатулки для украшений. Или что это такое. Вот тоже крышечка от шкатулки деревянной. И соусник синий-белый. Фирмы Кальк тоже. Это фирма у нас в Тюринге. Находится, находилась. Сейчас она уже не работает. А тут мне попался очень красивый молочник. Прямо золото сплошное. И я увидела, что там остальной сервиз под этим тяжелым блюдом скрывается. Вот чашечка миниатюрная от этого сервиза Кала. Старое клеймо, по-моему, даже до 50-го года. Или, в любом случае, где-то 50-е. Вот сахарница тоже была очень хороша. Но, к сожалению, чашечки, видите, они... Вот одна склеена вообще. И несколько там было со сколами. Со свежими уже. Еще. Ну, как я уже говорила в прошлом... В первом заливе ролика можно было, конечно, чайник, сахарницу и молочник приобрести. Но, не знаю, я этого не сделала. Ну, кто-нибудь другой сделал это за меня. Вот тоже красивые остатки старинного сервиза. С оранжевыми мелкими букетиками. Вот там вот и блюда есть большие. Соусник. Блюда такие квадратные, прямоугольные. Пара тарелочек. Вот еще, кстати, один соусник. То есть, когда-то был очень большой сервиз. Скорее всего, на 12 персон. А здесь, в коробках, все для рукодельниц. Пластиковые шарики. Скорее всего, здесь вот частично... Или вещи для изготовления елочных игрушек. Видите, сколько всего. И очень много разных наклеек для изготовления открыток ручной работы. Всякие пайетки. Бесчисленные просто надписи тоже, которые можно как наклейки приклеивать. Разные-разные детали. Я уже говорила, когда-то, даже на 90-х, я помню, это было очень популярно среди женщин. Я даже помню, в Голландии очень многие этим занимались. Делали открытки ручной работы. Ну, тогда еще в то время мы послали друг другу открытки. Подписывали на все праздники. Сейчас это делают уже меньше. Конечно, люди это еще делают, но уже не в таком объеме, как ранее. Но наклеечки были симпатичные. Неплохие. А вот здесь, смотрите, целая коробка уже с готовыми открытками. Кто-то делал открытки такие на все случаи жизни буквально. Там поздравления были прям со всеми значимыми событиями жизни человека. По датам на день рождения. Вот, например, верхняя открытка была на 25-летие. Там и на крещение ребенка, и на рождение ребенка, и мальчика, и девочки. В общем, очень много. Ну, и тут, видите, вперемешку открытки и всякие разные принадлежности для изготовления таких открыток. Но для кого-то, конечно же, это настоящий клад, кто этим занимается. Здесь очень милые остатки сервиза с милым рисунком. Понравились мне тоже очень. Так вот на внешний вид. Ну, я тоже не стала покупать. Ну, просто говорю, что очень понравился. Так, приятный фарфор. Правда, не разобрала что-то фирма. По-моему, Чехословакия тоже. Я не уверена. Спасибо большое всем, кто был со мной в этом походе. Спасибо большое за лайк под этим видео. Спасибо за ваши комментарии, за ваши добрые слова. Желаю вам всего самого хорошего. Будьте здоровы. Вы и ваши близкие. И до новых скорых встреч в моих роликах. Следующий ролик будет уже с показом покупок. Пока-пока.